Мы сослали в Крым нас в 43-м году, в октябре месяце, погрузили на боржу, на порт Кавказ, как она потом называлась, или чужка, раньше называлась чужка, погрузили на боржу, напихали столько людей туда, сверху немцы внизу были, а сверху вот такие вот, как мы, беженцами нельзя назвать, а сосланными немцами, наверх всех. Ну, конечно, мы, уткнувшись в подолы матерей, и мы, своей маме, когда боржа вышла на середину залива, такая тишина стояла на море, что вода стояла, как стекло, гладкая. И там уже потом, на середине залива, начали появляться самолеты, начали кружиться. Нас немцы заставили махать там тряпками или чем-то там, и обязательно было предупреждено, что белым махали. Вот, когда начали махать, самолеты начали кружиться, но бомбить не стали. А и вдруг в этой тишине зазвенела песня, или так зазвенела, или запели песню «Ой, Кубань ты наша родина». Махали, то ли самолетом махали, чтобы не бомбили, то ли махали уходящего берега от нас. Потому что с каждой минутой эта вся наша земля, Кубань, удалялась все дальше и дальше. И плакали. А плакали от того, что прощались с родной землей Кубань. Когда боржа уже подошла к берегу, толпа кинулась вся на берег. Начали люди разбегаться. И в этот момент начали только бомбить боржу, которая стояла уже у причала. Потом немцы собрали людей, кто куда прятался, собрали всех. И так этапом погнали за Керчь. Был там организован лагерь.